Девушки отдыхают Это не Лос-Анджелес? Дэнни, я... Мне жаль, я не знаю, кто тебе обещал трейлер... О, тебе жаль! Не парься, он просто тебя разводит, брат. Не может остановиться. Класс, тут вы меня провели. Ух, как учишься. Вы, ребята, знакомы? Привет, парни. Знакомь. О, здорово, дружище. Не знал, что тебя тоже пригласили. Ну, а как же. Здесь круто с мячом управляется. Приятно наблюдать. Ну, и для себя пару интересных пинтов присмотрел. Круто. Привет, я Дэнни Уильямс. А, тот самый Уильямс. Я с твоим братом Терри в Юве играл. Он жесткий. Сурок себе на тренировках. Ага. Да-да, Терри не из робких. А, ребята, судить турнир вы будете вот здесь. Трофей Лиги Танго мы вручим здесь. А там проведем автографию. Супер, отлично. Скорее бы уже начать. Будет здорово. А, слушайте, мне нужно отойти на регистрацию игроков. На минуту. Ага. Сейчас вернусь. Хорошо. Алекс, спасибо, что делаешь это для меня. Бро, само собой. Всем здарова, ребят. С вами Локи. И мы продолжаем проходить карьерку Алекса Хантера в FIFA 19. Вы поддержите все это дело своим лайком. Давайте наберем больше тысячи. Ну, а если новенькие, здесь впервые обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте прожимать колокольчик. Ну, а если вам не приходят уведомления, залетайте в наш Телеграм. Там вы всегда будете в курсе новостей, выхода серии, анонсов, уведомлений. Все под рукой. И ссылочка на Телеграм в закрепленном комментарии. Мы сегодня, как я понимаю, будем выступать в одной восьмой финала Лиги Чемпионов. Только что нашла в сети сотый гол в карьере моего деда. Спасибо, интернет. Тем, кто думал, что Алекс Хантер способен только ногу подставлять, советую посмотреть на его чудесную голевую передачу. Готов оторваться на всю катушку в Лос-Анджелесе, Алекс Хантер. Жду не дождусь твоего приезда на Рождество, Алекс Хантер. Столько всего надо обсудить. Реал Мадрид побеждает, и все благодаря присутствию Алекса Хантера на поле. Победа! Спасибо, Хантер! Хороший голевой пас. Ну и также у нас, как мы видим, с наставником улучшилось отношение. Что-то новое есть в кастомизации. Ну там, скорее всего, как обычно, новые бутсы, да? Какие на сей раз. Вот такие вот, наверное, золотые адидасы, да? Ну ладно, у нас пока тоже золотые, мы в них играем довольно неплохо. И давайте смотреть, что ждет нас дальше. Важное решение. Это, видимо, за то, что мы выбрали мамин бренд, скорее всего. Скоро будет готово. У нас заказан стол в латоре. О, нет. Совсем забыл. В другой раз. Лучший в Мадриде. Знаешь, ты обязан там побывать. Алекс, можно тебя? Алекс, присутствие в светской хронике необходимо. Для бренда надо быть в нужном месте с нужными людьми. Постоянно показывать себя. Создавать имидж. Слушай, это же не из-за логотипа, нет? Я уважаю твое решение, Алекс, даже если не согласна. Я знаю, что на поле ты делаешь все, что в твоих силах. А я делаю все возможное, чтобы эти усилия не прошли даром. Будем оба делать нашу работу. Сможем достичь многого. Ужин готов. Сейчас буду, мам. Алекс, без твоей помощи я бессильна. Продолжение следует... Продолжение следует... С ИСКО мы уже прошли. Мы смогли обыграть наставника. Теперь нужно будет поиграть с Тони Кроссом. Ну а сейчас подача, удар. Хорошо. Еще одна подача. И здесь, к сожалению, не забили. Нормально, ранка уже есть. Ну а теперь уже ситуация, когда мы в игре. Давайте попробуем туда на дальнюю навесить. Удар есть. Нава забирает. Попробуем на ближнюю. Карим Бензима. Тренировки завершены на ранка. Мы немножко подкачали силу. Ну а сейчас, как я понимаю, да. У нас еще один перпич тене. Называется задание. Это открытие дальних ударов. Каждый в команде умеет бить. А вот точно бить с дистанцией. Думаю, справлюсь. Это Реал Мадрид. Думаю, не прокатит. Давай, покажи. Мы соревнуемся с Тони Кроссом в дальних ударах, ребята. И мы не попали. Так, неплохо. Взбили. Попробуем в дальнюю девять. Ребят, мы вроде как опережаем Тони Кросса. Еще тысяча. И мы победили. Хорошо. У меня есть еще небольшая проблема с левым стиком. У меня старый иксбоксовский геймпад для ПК. И вот в нем как раз не всегда получается точно навестись. Для нас важно распознавать высшие стандарты во всем. И сегодня Алекс Хантер показал нам такой стандарт на тренировке. Молодец, Алекс. Хорошо. С двумя наставниками испытание пройдено. Теперь, наверное, нужно выбрать кого-то другого. Давайте посмотрим. Так. Марсела здесь у нас будет. А можно как-то посмотреть, что за талант мы получим? Варан. Лука Модрич. Давайте для интереса попробуем с Марсел. Он у нас по флангу. Мы будем просить передачи. И будем надеяться, что все получится. Новые курточки какие-то снова открылись. Вот такие вот пиджачки, да? Но это слишком стильно. Это слишком стильно. Нам нужно пока рекламировать свой бренд. Появились также вот такие камуфляжные штаны. Давайте поставим их. С черной футболкой смотрится неплохо. Ну и снова новые бутсы. Вот такие вот розовые, да? За этим ты сюда и приехал, Алекс Хантер. Давай, выложись на всю. Алекс Хантер, все надежды только на тебя. Протащи нас через этот раунд. На танго с Алекс Хантер и Уильямсом было весело. Рад был видеть вас, парни. Пишет Пау Дибала. Ну а у нас игра против Дортмундской Баруси. Это одна восьмая Лиги Чемпионов. Погнали. В этой главе у нас задача со всеми нашими наставниками заработать максимальный уровень. Но честно, я не знаю, как мы будем набирать с Марсела и Варана. Может быть, там за счет тренировок получится улучшить сыгранность. Ну или, может быть, получая передачи. Кто знает. Это Реал. Дортмундская Баруси. Первый матч мы проводим на выезде. Это одна восьмая. И здесь пройдет дальше только лишь одна команда. И Бэйл поднимает руку. Хороший заброс мяча. Дальний выстрел Бэйла. И какой галешник, ребята. Вот здесь мы разыграли просто изумительно. Гаррет Бэйл на десятой минуте. Показывает, что в этой карьере он еще хорош. Это не игра в гольф. Но и мы выдали просто безумный пас. Бэйл обрабатывает и тут же шьет. С левой в дальней. 1-0. И снова Алекс Хантер. Подача на дальнюю. На Гарета Бэйла. И он мог снова забить. Прошла передача. Здорово. Алекс Хантер. Вот здесь хотел, хотел я на дриблинге проскочить. Но здорово. И передача пяткой. Пас на дальнюю штангу. Не получается. Ассенсио. Лука Модрич. А это Гаррет Бэйл. Ребята, его пушка оформляет второй гол за полчаса. Он передает вам пламенный привет. Просит поставить лайк под этим роликом. Ну и пока у Дортмунской Боруссии никаких шансов. Этот реал, ребята, не удержать. Модрич не пожадничал. И там просто очень сложно было Галкиперу вообще мяч увидеть. Мяч остался в поле. Марио Гетце. Как классно заблокировал наш защитник. Гаррет Бэйл. Передача. Здорово. Алекс Хантер. И сразу дальше на него. Но вот теперь Хантер, это твой шанс. А можно под хэт-трик. Под хэт-трик отдать, ребята. Хэт-трик Гарета Бэйла. Ну я не мог здесь просто по-другому поступить. Посмотрите, как он несся в атаку. И он оформляет хэт-трик. Да, хэт-трик не Хантера. Но, ребята, если есть возможность сделать хэт-трик партнеру, почему бы не помочь ему с этим? У нас получается реализовывать то, что мы создаем. Моментов было не очень много. Подача Хантера. Момент. 4-0. Это Серхио Рамос. И это наигранная комбинация. Хантер навешивает. Рамос выпрыгивает и забивает. 4-0. Но это настоящий мадридский реал. И здесь, посмотрите, сразу Хантер без обработки накидывает. Ну а Серхио Рамос король воздуха в этой ситуации. Хантер, классная передача. Тони Кросс, удар и гол. Сегодня, друзья, у нас практически стопроцентная результативность. Те моменты, которые создает реал, реализуем мы практически идеально. Ну и Хантер увидел. Нам такое чувство, что надо было не форварда выбирать, а ЦАПа. Тогда бы игра у нас была еще лучше. Ну и автор хэт-трика покидает поле. Лукас Васкис выходит вместо него. Это 5-0. Подача на Хантера. Не получилось. Марселло пошел вступать в борьбу. Нам нужно с Марселло просто чуть больше, наверное, разыгрывать в пас. Тогда у нас получится. А вот здесь провал в обороне. Кагава играет на Пулешича. Заброс на дальнюю штангу, но здесь Тибо Куртуа. И снова Пулешич. Залетел в штрафную. Марселло сыграл очень здорово. Никакого пенальти. Все, друзья. Это победа. В первом матче 1-8 крупно проехались по Дортмундской Баруси. Поздравляет Гаррета Бейла. Сегодня у него 4 удара и оформленный хэт-трик. Посмотрел, как Алекс Морган и Ким Хантер играют на падении. Симпатично. Это ведь сестра Алекса, да? Алекс Хантер отдает голевую передачу. Когда нужно, Алекс Хантер решает. Хорошая победа Реала. Похоже, Хантер способен сделать результат. В нужный момент Хантер собран и хладнокровен. Отличная победа. Отличная игра. Команды. Алекс Хантер не пожадничал. Молодец. Пример всем игрокам команды. У нас совсем чуть-чуть прокачалось отношение с Марселло. Посмотрим сейчас после тренировки. Насколько оно улучшится. Хантер. Нужно забить. И мяч в сетке. Здесь нам нужно просто просить передачу от партнера. Ну а дальше пытаться решить момент. Неплохо. Еще и забили. Здорово. Ну, слушайте. Я думаю, тренировки за четыре мы сможем еще улучшить отношения, если в игре будем также с Марселло взаимодействовать. Да. Пермитами. Мистер Хантер. Ты не Алекс, Хантер. Я подожду снаружи, Алекс. Да. Скажи, что ты видишь? Трофеи. Историю. Успех. Это фундамент, на котором построен клуб. Игроки приходят и уходят. Но команда, которая и есть семья, нерушима. А семья строится на уважении. Ты не соответствуешь уровню профессионализма, который мы ждем от игроков этого клуба, от членов этой семьи. Никакие наши дела, которые ведутся вне поля, не могут повлиять на наши дела на поле. Тренер считает, что сейчас ты думаешь не о футболе. Поэтому на завтрашнюю игру в Лиге Чемпионов ты останешься на скамейке запасных. Он не может так поступить. Я же никого не подвел. Ты так это видишь, Алекс? Да так и есть. А мы считаем иначе. Тебе нужно хорошенько об этом подумать. Нам всем нужно подумать. Алекс. На каждой тренировке. В каждой игре примеры. Нужно доказывать свою ценность для Реала снова и снова. Каждый день. И вот опять-таки, а если бы мы забили, что-то бы было по-другому, я честно скажу, думаю нет. Давайте смотреть, что в соцсетях. Драма в клубе Реал Мадрид. Алекс Хантер остается вне заявки на ответный матч. Говорят, он недостаточно предан делу. Так занят раздачей автографов, что аж играть некогда, Алекс Хантер. Что происходит? Хантер, все в порядке? Да вот я и сам не понимаю, что происходит. Мы в запасе. Хорошо, что в первом матче выиграли. Ну и здесь наша команда побеждает со счетом 2-0 и общий счет 7-0. Мы проходим следующий раунд Лиги Чемпионов. До скорого, Алекс Хантер. Скорее бы увидеть достопримечательности Мадрида. Мы прошли. Мадридский Реал молодцы. Даже без Хантера здорово сыграли. Алекс Хантер этот результат отправляет нас в четверть в финал. Играя в пас, мы всегда будем создавать моменты. Когда есть момент, мы его используем. Сегодня работаем над завершением. Мы, ребята, в резерве. Нам нужно пробиваться хотя бы пока на игрока замены. Теперь нам нужно выбегать из этой зоны и пытаться забить. Хорошо. А, нам еще и обратно за мячиком бежать. Вот здесь хорошо. Ну, слушайте, если два гола забьем, то, я думаю, нормально. Да, ранка уже есть. Отлично. Мы пробились в запас. Это уже неплохо. Мы переключились на Дэнни Уильямса. Только что нашла в сети сотый голд карьере моего деда. Спасибо. Челси молодцы, что сыграли в ничью. Уильямс Фути возвращается к кондициям прошлого года. Ему нужно делать это быстрее. Ничьями не расстраивает, но хочется, чтобы Уильямс действовал поактивней. Выигрывайте на следующей неделе, пожалуйста. У нас, ребята, тоже. Лига чемпионов. Давай, побалуй себя. Нельзя же всю жизнь здесь торчать. Ты опять это барахло читаешь? О, да тут приятель Майкла снова цену скинул. Вот сколько раз тебе говорить, а? Все твои серьезные деньги вложены на долгий срок, без вариантов. Дэнни может себе это позволить. Это я знаю точно. Да кто б сомневался. Ты на что намекаешь? Что, у тебя клиентов маловато стало? Проценты уже не те, что раньше? А ну-ка, повтори. Я пытался работать с этим ковбоем, Дэнни. Ковбоем? Это ведь не от меня абсолютно все клиенты разбежались. Тебе повезло, что Дэнни такой добрый. Спроси у него, где твои деньги? Давай, спроси! Ты глянь на его историю. Дэнни, мы с тобой вместе вот с такого возраста. Я о твоем будущем забочусь. Ну, поскольку Ринго появился только в этой части, я вообще его не знаю. Я вступлюсь, наверное, в этой ситуации за Майкла. Один раз мы его уже выгнали. Так, правда, заглянем в бухгалтерию, ладно? Может, можно что-то как-то перекинуть и, ну... Купить этот дом, предложение-то отличное. Ты что, правда, будешь его слушать? Он же все, что только мог, запорол. Уокер, Хантер, кто там еще был, а? Чувак, я просто хочу посмотреть бумаги. Я всегда заботился о тебе. Каждый раз, когда ты все портил, кто тебе помогал? Знаешь, что к черту? Вы двое друг друга стойте, я ухожу. Что? Ринго! Что-то он слишком сильно заволновался. Один раз, ребята, Майкла мы уже выгнали в карьере Алекса Хантера. Ну, здесь я чисто из соображений того, что Ринго появился только в этой части. Я его знать не знаю. Он говорит, что он с детства. Но вопрос, где ты был до этого тогда? Если мы узнаем о тебе только в третьей части. Майкл, хоть у него что-то и не получалось, но мне кажется, в данной ситуации хотя бы здесь с Дэнни Уильямсом он может... уцепиться за свой последний шанс. Тем более, здесь он не контракт ему предлагает, а просто купить дом. Новую квартиру по выгодной цене. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, к чему все это приведет. Нужно забивать. Ну и последний момент. Марата, нет. Главное только предстоящий матч. Вильямс, Вильямс, мы сегодня 100% победим. Позвони мне, Вильямс. Я только что обо всем услышал. Я рада, что ты остался с Майклом. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Вильямс, ты знаешь, о чем я. Что у тебя там за бардак с делами, Вильямс? Это братик уже пишет. Приходите и получите фирменное блюдо Вильямса прямо сегодня. На Тьяго с Алексом Хантером и Вильямсом было весело. Рад был вас видеть, парни. Ну и у нас игра с Ромой. Это тоже 1 восьмая. У Вильямса в третьей главе две скрытые задачи. А третья задача получить талант центрального нападающего. И тогда мы получим плюс 5000 подписчиков. Посмотрим. К нам приехала в гости Рома. Но точнее мы приехали к ней в гости. Тут еще Эдин Джек играет. Эль Шарави. И сразу же дальний удар. Надо проверить голкипера. Классно. Нагало Канте увидел Вильямса. Вильямс набирает скорость. Выкатывает центр. Забить. Мяч залетает в ворота. Мяч залетает в ворота от рикошета. Но какая разница. Счет на табло 0-1. Одиннадцатая минута. И мы тоже выходим вперед. Как и мадридский Реал. В своем матче. С дортмундской Баруси. А по-моему тоже Гаррет Бейл на одиннадцатой минуте забил. Здесь забивает Джорджиньо. Но и Вильямс не пожадничал. А тут рикошет. Пытался вынести защитник. Но в итоге. От него мяч и залетел в ворота. Классная передача. Забить. Вот это, ребята, здорово. Здесь мы отвлекли немножко оборону на себя. Педро ворвался. Получил классный пас. Разрезающий на ход. И это 2-0. Двадцать третья минута. Вот и наша команда показывает мадридскому Реалу, что мы тоже можем забивать. Вильямс играет в центр. Джорджиньо находит забегающего Педро. Но и тут. С одиннадцатиметровой отметки Педро не промахивается. 2-0. Снова успевают наши защитники накрыть нападение Роме. Вильямс шикарно отыгрывается с Джорджиньо. Получает пас. Забить. Это 3-0. И это Вильямс. Ну вот уже и мы забиваем. Вот уже и наш гол. Но здесь здорово с Джорджиньо отыгрались. Тот увидел нас на забегание. Дальше нужно было попасть. 3-0. Вильямс. И мяч пролетает рядом. Вот это было круто. Подача. Наши защитники отбиваются. Арбитр добавил буквально минутку-две. Как и в матче с Дордманской Боруссией за Мадридский Реал. Мы уверенно лидируем в первом тайме. Не позволяем особо сопернику разыграться. Эль Шарави на правом фланге делает подачу. Снова опережает Эдинаджека. Но мяч вновь откакивает к Эль Шарави. Еще одна попытка подачи. И вот так вот. Просто на отбой. Смотрим на задачи. Над главного тренера. Впечатлили шефа. Отдали голевой пас и побеждаем. Все задачи тренерского штаба ребята выполнены. Удар по воротам. Красивый гол. Красивый гол забивает Рома. Гестротман. Именно он неплохо приложился из-за пределов штрафной. С такой подкруточкой. И застал Кепу врасплох. Это Уильямс выкатывает на Уильяма. Удар и гол. Вот наш ответ на пропущенный мяч. И Уильямс оформляет еще и голевую на 64-й минуте. Ну а Уильямс вышел вместо Педро и забил. Ну и здесь здорово. Увидели забегание. Ну а Уильямс шикарно попал. Классная передача на Уильямса. Уильямс. На, вынимай еще один. Уильямс. Пути. Немножко деба. Давненько этого празднования я не видел в Ви-Фе. 72-я минута. 5-1. Уильямс. Передача в центр. Одна не прошла. Вторая на пустые. 6-1. Это ребята уже под спорьем. Для мадридского Реала кто же будет забивать больше. на пути к финалу. Реал выиграл по сумме 7-0. Мы пока выигрываем в первом матче 6-1. И Дринквотер по-моему забил. Да, это именно он. Все, ребята. Это победа. В первом матче 1-8 финала Лиги Чемпионов. Уж очень здорово сегодня покуражились команды. Как Алекса Хантера, так и Челси. Уильямса. Но. Мне кажется, у Уильямса сейчас атмосфера в команде получше, чем в мадридском Реале. Мы впечатлили шефа. Мы отдали голевые передачи. Аж три штуки. Ну и победили в матче. Я говорю с лучшим игроком матча Дэнни Уильямсом. Да, это просто здорово. Но стоит отдать должное кому следует, а именно всем парням в команде. Ну то есть звание игрока матча, это просто дополнительный подарок. Ведь вокруг меня такая поддержка. Прекрасно сказано, Дэнни, спасибо. Нет проблем, дружище. Ну а мы, ребят, увидимся с вами в следующей серии. Поддержите видео лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока.